Доклад последний в сессии 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 и как вообще понимать, какая должна быть система, чтобы она была нужна, для нас это очень новое поле. Мы чуть-чуть расскажем о том, какой именно путь мы прошли. И вот если сравнивать, да, в физике есть перемещение, это разница между расстоянием из точки А и точки Б, а есть путь, который был затрачен, чтобы к этому месту прийти. И вот начинается это все больше даже, чем два года назад. Вот два года назад у нас была другая, как она, интересно, в окошке открылась. Другая презентация, я просто напомню, о чем мы два года назад говорили, чтобы понять, что, с одной стороны, очень немного изменилось по факту, но очень много изменилось в понимании. Идея регистра, наверное, в принципе, всем понятна, и если очень коротко говорить, то когда мы оперируем мало, или когда у нас есть мало оборудования, как на велосипеде есть только фара, и она горит или не горит, нам не нужны никакие сложные инструменты для оценки работы нашего оборудования или нашей работы. Если же мы говорим об автомобиле, где множество запчастей, множество каких-то узлов и систем, и фара, в том числе, и подвеска, и масло, и двигатели, поршни, и все остальное, то в автомобиле у нас есть дэшборд, так называемый. Это сейчас очень модное слово и модный подход в представлении данных, но в автомобилестроении он давно был применен. Это какая-то инфографика, какие-то значки, которые в режиме реального времени нам дают информацию о безопасности нашей езды в первую очередь. И если мы сравниваем велосипед и вот эту машину, которая по-английски называется car, и происходит это слово от horseless carriage, когда у кареты убрали лошадь, она оказалась каретой без лошади, но с мотором. И вот этот дэшборд, это была бесполезная доска от грязи, которая просто защищала кучера изначально, и только потом она получила информацию. Когда люди поняли, что вот даже у этой примитивной машины, у кареты без лошади, чтобы оценить все параметры, нужно потратить очень много бумаги, и в реальности с этим работать невозможно. Поэтому, в общем, если мы говорим о какой-то штучной хирургии, мы какие-то редкие случаи, случаи демонстрации, мы можем их анализировать и видим, когда это да, нет, выписался, не выписался, например, в общей хирургии. Если же мы говорим о бонкохирургии, о больших объемах пациентов, конечно, здесь уже бумажная статистика нас не устраивает. Мы тогда, по аналогии с Бариоегом, который Бехан Баялович сделал, задумывали сделать концерек, и, в общем, принципиально нам нужно получить по целому ряду направлений пользу. Это оценка судьбы конкретных пациентов. Как на машине мы едем, это оценка какой-то конкретной поездки. Это в реальной жизни та платформа, которую нам удалось разработать. Это мы можем в ней наблюдать судьбу конкретного пациента, что с ним происходит. Это экономит время. Очень важная вещь – это так называемое узнавание шаблонов или паттернов, как в машинах есть система, которая анализирует множество сразу факторов переключения скоростей, характер поворотов руля, и смотрит, не заснул ли водитель, и выдает на приборную панель сигнал о том, что пора вставать. Точно так же регистр второй своей важной задачи имеет сообщать нам о том, что изменяются какие-то результаты нашей работы. Число осложнений, количество операций в большую или в меньшую сторону, для того, чтобы можно было принимать управленческие решения. В целом, идея в этом. А в дальней перспективе это, безусловно, возможность предсказывать будущее, потому что даже сегодня в обсуждении сложных вопросов по латеральной диссекции, по подходам, мы базируемся на западных исследованиях, не на рутинной практике, тем более не на рутинной практике у нас. А в идеале нам бы, вот как мы видим сейчас на экране, автомобиль узнает вокруг себя окружающую среду и выбирает, куда ехать. Вот нам бы хотелось иметь достаточно математических данных, для того, чтобы мы могли пациенту, который к нам придет, не пенять на какие-то стандарты и говорить, что вот в Америке так и в Европе так, а дать ему данные конкретно в руках именно этого хирурга, который его будет империровать, или на именно этом отделении химиотерапии, какой будет результат, по какому пути он пойдет, с какими рисками столкнется, и рассчитать индивидуальный прогноз для этого пациента. Мы об этом говорили в 2019 году, это не просто я показал старую презентацию целиком. Вот разница между А и Б здесь, к сожалению, не такая большая, как нам бы хотелось по расстоянию, но большая по пути. Мы очень много общались и работали со специалистами IT, эту часть я не буду освещать, она такая техническая. Очень интересным был наш опыт, мы когда этот проект обсуждали с людьми, имеющими опыт в осуществлении каких-то новых идей и проектов, мы решили, говоря простым языком, презондировать почву и провели 16. Интервью по 4 с руководителями отделения, с руководителями учреждений, с обычными докторами. И оказалось, что мы, в общем, не очень знаем систему, в которой мы работаем, мы, конечно, подозревали, но не настолько. Есть очень большая пропасть, где-то начиная с уровня заведующего отделения, где наши реальности распадаются. Потому что как только мы заикаемся о каких-то регистрах и вещах, которые нам интересны, как клиницистам, чтобы знать, у кого сколько несостоятельностей, у кого сколько ответов полных и так далее, все, что на уровне врачей и заведующих отделений, абсолютно здесь в своемопонимании у нас, все понятно, данных нет, данные нужны. Как только мы поднимаемся выше, чтобы эту систему сделать какой-то официальный, хотя бы на уровне учреждения, мы утыкаемся в стену, что у нас есть Минздрав, у нас есть МИС, у нас вся информация, которая нам нужна по эпидемиологии, квотам, талонам, маршрутизации и вот еще много непонятных хирургам слов есть. И, в общем, эти интервью дали нам понять, что пытаться сделать сразу большую систему, охватывающую все, абсолютно нецелесообразно и невозможно в наших условиях, потому что сверху ничего не пробьется. И, в общем-то, если возвращаться к этой несчастной карете, которая с нами едет уже три года, в общем, получилось так, что мы эту карету поставили вперед лошади немножко и, наверное, опять же, если возвращаться вот к фразе, с которой я начал, что «honesty is the best policy», наверное, надо сказать, что этот проект нужно делать, и мы сейчас к этому приходим, абсолютно снизу, с уровня докторов, личных знакомств, вот как делался колд, и в итоге вырос во что-то, будем надеяться, успешное. Точно так же и тут. То есть пытаться сделать какой-то огромный сразу проект – это просто неподъемно. У нас есть видение того, что это должно быть в самом конце. Вот ориентир мы видим, вот эту вот вершину. Вот здесь не вдаваясь в подробности, но увидите, что это достаточно детально проработанная схема. Мы знаем, что мы хотим сделать. Это будет система и для врачей, и для пациентов, и для заинтересованных в информации людей, которым важно знать, сколько операций делается, каким образом, какие результаты. Но такую систему построить на коленке невозможно, поднять этот огромный проект невозможно, а самое главное – в этом и смысла нет, потому что мы не знаем, каким он в точности должен быть, потому что мы даже своих потребностей толком не знаем, не говоря о потребностях пациентов и каких-то административных институций. Поэтому мы сейчас, вот сделав такое небольшое отклонение, небольшой экскурс от А к Б, приходим к тому, что все-таки нужно начинать маленькими шажками, уже не планировать, а непосредственно что-то делать. И вот здесь, говоря о страданиях, есть такая книжка, которая на русский переводится, насколько я знаю, как «Изящное искусство пофигизма». На английском, мне кажется, название более удачное. Очень советую безотносительно хирургии прочитать эту книжку. Эта книга на самом деле рекомендуется, как правило, всем людям, которые какое-то новое дело начинают, чтобы понять, на что обращать внимание, на что нет. Автор книги очень точно разграничивает вот эту вершину, которую мы видим, и то, что люди, которые видят только вершину, всегда страдают, что они к ней не придут. Потому что путь к успеху – это не хотеть быть на вершине, а хотеть идти. То есть невозможно оказаться на вершине, если мы не готовы получать удовольствие от страдания, от подъема. Он приводит пример, как он всю школу хотел научиться играть на гитаре и переживал, что он не научился играть на гитаре. А он не хотел учиться. Он хотел результат, он хотел уметь. И вот так же и мы немножко. Мы хотим, чтобы регистр был. Все, вот все на каждом обществе собираемся. Да, регистр нужен, да. Но никто не хочет что-то делать. И мне кажется, мы тоже немножко попали в эту западню. Мы планировали и хотели сразу что-то большое, чтобы получилось. А в итоге нужно просто каждый день по чуть-чуть делать, 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 и оно будет. И вот сейчас, видя вот этот флажок наверху горы, я даже покажу, насколько этот флажок у нас разработан. Ну вот это оно так не сразу, конечно, но точно будет. У каждого хирурга будет вот в телефонечке такое приложение. Ну тут выдуманы, естественно, цифры. Где можно посмотреть свои операции. В телефоне внести новую, абсолютно в, хотел сказать, в курилке, ну там, где кофе пьет, в протокольной. Просто интуитивно выбрать здесь картинки, лимфодисекции, анастомозы. Система сама сгенерирует протокол операции, этот протокол операции отправляется. Опять же, система работает снизу, не на больничный сервер, а на телефон-ординатору, который это распечатает, чтобы это работало. В этом же телефоне есть подключенные к нему пациенты, которые сейчас лежат на отделении. Можно посмотреть их анализы, что с ними происходит. Это то, что в конечном счете будет. Более того, можно посмотреть свои результаты, профиль, чем мы вообще занимаемся. Количество осложнений. И в том числе можно будет сравнивать свои результаты, например, с результатами федеральных центров. То есть у нас пневмония 23, а, например, это выдуманные все совпадения случайно, например, Блохина 25. Вот это наша цель на вершине. Я тут не боюсь делиться какой-то коммерческой тайной. Вся интеллектуальная собственность защищена грубо-физической силой. Но на самом деле тут проблема не в том, чтобы придумать, а проблема в том, как это все сделать. И вот путь, который лежит перед нами, он сложный, многоэтапный. И понятно, что непростой. И напрямую его спланировать невозможно. Нам нужно шаг за шагом проверять гипотезы. Что мы предлагаем сделать на данном этапе? Вот шаг от Б к С. Второй. Понятно, что на вершине где-то мы концу алфавита будем подходить. Хочется верить, что в этом же году мы это завершим и сдвинем это с точки. Что нам мешает сейчас, на самом деле, если вдуматься, чтобы начать заполнять регистр уже коллективный не в одном центре? Проблема времени. Это мы выяснили на интервью. Все доктора жалуются. Понятно, никто не хочет делать двойную работу. Никто не хочет что-то дополнительное вносить. Учиться работать с новой системой. Мы пробовали, когда платформу нашу разработанную, канцереговскую, предлагать докторам заполнять. Не видно пользы, не видно ценностей. И поэтому не очень это все заходит, выражаясь современным языком. Что мы предлагаем? У нас есть система по нашим данным, которая вот так работает. Это своего рода тоже дэшборд. Здесь это реальные операции за 3 или 4 месяца. В чем идея? Что здесь в режиме онлайн мы видим свои результаты из этого регистра определяемые. Мы видим количество операций, нестоятельности и прочее. Но самый здесь фокус лежит вот в этой части этого дэшборда. То есть мы можем, например, посмотреть только какие-то конкретные локализации. И по мере того, как мы будем выбирать интересующие нас нюансы, мы видим, что все меняется. То есть мы можем, например, посмотреть при правой половине ободочной кишки только Д2 демфтисекции или только Д3. Сколько мы сделали, сколько осложнений, сколько пациентов лежат. Какое среднее время операции, чтобы планировать операционный план. Какое качество диссекции. Сюда же оказывается, здесь же оказывается морфология, осложнения. Какие осложнения? А как меняются осложнения? Вот была химиотерапия или не была химиотерапия? То есть эта система, она безусловно далека от той, которую я показывал на картинке, в которой вы влечены все и где все само по себе работает. Но это первый шаг. И для того, чтобы не тратить время и не сталкиваться с этими препятствиями в виде обучения времени, интерфейса, системы и прочее, мы готовы предложить тем, кто заинтересован, обсудить возможность вносить эти данные за вас. То есть, грубо говоря, вести своего рода дневничок хирурга или портфолио личное. То есть после того, как операция выполнена, протокол операции или выписка с закрытыми персональными данными пациентов отправляются к уговоренному адресу. Мы эти данные вносим, до этого обговариваем, какие поля и какие значения наиболее интересны в каждом центре. И таким образом доктор в реальном режиме времени имеет доступ ко всем своим данным, знает, сколько он операций сделал, сколько осложнений и интересующие клинические данные, которые можно оттуда получить. На наш взгляд, нам это поможет, во-первых, накопить какую-то первичную базу данных, отработать какую-то первичную коммуникацию, а самое главное понять, что именно мы хотим от этого регистра. Потому что единственный способ, который может сделать его жизнеспособным, это точное попадание в клиническую потребность. Потому что мы все прекрасно знаем, что вот все эти миссы, эпидемиологические регистры, форма номер 27 и прочее, они нам, как докторам, абсолютно бесполезны. И мы свою потребность чувствуем, но сформулировать не можем. Поэтому, проверяя ее вот таким способом, мы в итоге, я уверен, к той вершине придем, мне кажется, что такой дешборд в настоящий момент тоже весьма информативен. И если в этом плане сотрудничество и наша помощь кому-то интересна, есть здесь адрес электронной почты, давайте свяжемся, обсудим, какой объем работы и как это можно сделать, какие поля интересуют и что именно мы будем выяснять. Если у нас будет общий трафарет, то дальше скольки центров бы мы эти данные не собрали, мы потихонечку, пусть исподволь, пусть не сразу 300 тысяч, пусть 200, 300, 500 записей, но мы будем какую-то свою, ну, национальную, российскую базу данных, собранную по одинаковым абсолютно шкалам, которые можно сравнивать, анализировать, понимать, мы ее уже будем набирать. А дальше, глядишь, шаг за шагом и поднимемся к вершине. Спасибо большое. Спасибо.